Привет! За ближайшие полчаса ты узнаешь все необходимое про культуру на ОГП Истории. Поехали! Начнем с практики. Твое первое задание – зайти ко мне в телеграм-канал Львиные Истории. Ты можешь сделать это по QR-коду на экране или по ссылке в описании к этому видео. В телеграм-канале тебя ждет закреп, который называется «Полезности», и в этом закрепленном сообщении внизу полезные ссылки. Там ты найдешь квизлет с датами по Истории России для экзамена. Не забудь подписаться, потому что каждый день я выкладываю что-то полезное и интересное. Начнем мы сегодня со знакомства. Знакомимся с тем, как же выглядит задание по культуре на экзамене. А сейчас это задание 13.14. Почему говорю сейчас? Дело в том, что на данный момент есть информация только по ОГП Истории 2024. Официальная демо-версия 2025 года появляется на сайте FIPI в августе. Обычно всегда происходит именно так. И поэтому еще через некоторое время мы с вами посмотрим, как же будет выглядеть официальный вариант 2025 года. Возможно, появятся какие-то изменения. Поэтому второе задание. Обязательно подпишись на этот YouTube-канал, чтобы не пропустить мой разбор демо-версии, который выглядит совсем-совсем скоро, уже в конце лета. Ну а мы начинаем. Какие из приведенных памятников культуры были созданы в первой половине 19 века? Так выглядит задание номер 13. На месте первой половины 19 века может быть совершенно любой период. Поэтому делаем вывод. Для того, чтобы справиться с культурой на экзамене, нам нужно знать, когда памятник был создан. На ОГЭ не нужно знать четкие даты вплоть до года. Обычно хватает только половины века. Первая или вторая половина. Ну давайте посмотрим. Здесь у нас верный ответ. Три, два, один. Это 4-5. Надеюсь, что все справились. А если нет, не расстраивайтесь. Это не страшно. Потому что мы здесь собрались именно для того, чтобы помочь вам выучить все необходимое для экзамена. Итак, на четвертом фото мы видим памятник Минину и Пожарскому. Скульптор Марта с начала 19 века. Это памятник руководителям Второго народного ополчения во время смуты. Ну, поставлен он был только в 19 веке. Ну, а на пятой иллюстрации Казанский собор в Санкт-Петербурге. Архитектор Воронихин построен тоже в начале 19 века. Интересный факт, что именно в этом соборе захоронен Кутузов. Поэтому собор посвящен войне 12 года. Все остальное было создано в другие периоды. Задание номер 14 требует знания автора. Это второй момент, который мы с вами должны запомнить. Создателем какого памятника культуры был Воронихин. Ну, это я вам уже рассказала. Это Казанский собор, цифра 5. Итак, если мы подводим итог, то для ОГП истории мы должны запомнить, как выглядит памятник, кто его автор, когда он был построен. Есть некоторые исключения. Иногда требуется больше всего знать. Но про это я расскажу чуть позже. Какие еще вопросы в теории могут встретиться на экзамене. Давайте посмотрим на верный ответ. В первом задании 4-5, во втором 5. Напоминаю, недоросль это фанвизин и это 18 век. Здесь, возможно, кто-то удивится, потому что, когда я это рассказываю своим ученикам, часто возникает такой небольшой шок. Как же так? Вроде недоросль это такая вот уже современная история практически. Точно должен быть 19 век. Нет. Недоросль это 18 век. Поучение детям Владимир Мономах 12 век, Житие Протопопа Аввакума 17 век. Кстати, Житие написано самим Протопопом Аввакумом. Это его автобиография. Ну и памятник Минину Пожарскому обсудили. Казанский собор тоже. За задание 13 мы можем получить 2 балла. За задание 14 1 балл. Всего 3 балла за культуру. Ну а теперь давайте разбираться подробнее, что же нам нужно делать, чтобы заработать эти 3 балла без проблем. Для задания 13-14 нам требуется знание иллюстративного и литературного материала. То есть не только иллюстрации, архитектура, картины, скульптуры, но еще и знание литературных произведений. Плюс пригодится знание тенденций культуры в каждом веке. Сейчас объясню, что это значит и почему это будет полезно. Давайте посмотрим, что же нам с вами нужно знать. Вот, предположим, мы разбираем Казанский собор в Санкт-Петербурге. Вернемся на иллюстрацию, чтобы вы на него посмотрели. Мне кажется, один из самых-самых красивых соборов вообще в стране. Очень он необычный, выделяющийся, очень масштабный. Про него мы обязательно должны знать, как он выглядит. Ну, здесь запомнить несложно, благодаря этой огромной колоннаде. Автор, архитектор Воронихин, половина века. Первая половина 19 века. А вот здесь начинаются дальше некоторые интересные моменты. Я вам сказала, что точно автор и период создания. Иногда спрашивают также место нахождения памятника для Казанского собора, это Санкт-Петербург. Стиль для Казанского собора ампир. И иногда дополнительные факты. Например, то, что там захоронен Кутузов. Вы можете у меня спросить, зачем? Вроде бы в заданиях этого нет. Иногда такое случается, что в 14 задании вместо автора у вас спрашивают вот такой вот какой-то другой совершенно факт. Чаще всего это происходит с памятниками по периоду Древней Руси, потому что там не всегда известен автор. Ну, например, есть два очень важных собора Древней Руси. Это Софийские соборы в Киеве и в Новгороде. Авторы мы не знаем, однако соборы имеют одинаковые названия. И очень важно, чтобы ученики могли отличить, какой собор находится в Киеве, а какой в Новгороде. Поэтому здесь в 14 задании как раз-таки может быть вопрос про город. То же самое со стилем. Иногда автор как бы вот отходит на второй план, важнее узнать про стиль. Ну, и изредка бывают дополнительные факты. В каком смысле? Например, то, что собор Василия Блаженного был построен в честь взятия Казани. Либо то, что церковь Вознесения в Коломенском, построенная в 16 веке, вероятнее всего посвящена рождению Ивана IV Грозного. Эти факты даже не всегда бывают в заданиях номер 13-14. Они могут быть в других заданиях экзамена, в текстах, еще где-нибудь. И по таким деталям, по таким мелочам вы сможете понять, о чем идет речь. Так что на самом деле культура важна не только для заданий 13-14. Ее знание в целом может вам пригодиться во всем экзамене. Кто знает, какой вопрос вам попадется, особенно во второй части. Например, иногда во второй части, в задании номер 23, не знаю, видели вы уже такое задание или нет, но рассказываю, требуется сравнить культуру при двух разных правителях. Вообще суть 23-го задания заключается именно в сравнении двух правителей, двух войн, двух реформ, двух каких-то процессов. И вот иногда там бывает как раз таки формулировка сравните культуру в период правления Ивана Грозного и Петра Первого. И вот здесь знание культуры вам опять же пригодится. Остается последний вопрос на этом слайде. Что такое тенденции культуры и зачем их нужно знать? Смотрите, друзья, слово тенденция обозначает какое-то общее направление развития культуры в какой-то период. И если вы будете понимать, какие черты объединяют памятники 17-го века, объединяют памятники 19-го века между собой, то вам будет гораздо проще их узнать на экзамене. Приведу пример. Если мы с вами видим дворец с огромным количеством колонн, и кроме колонн там больше ничего нет, то есть все очень простое, стены простые, окна простые, нет лепнины, нет ничего кроме колонн. Это стиль классицизм. И мы должны знать, что стиль классицизм был развит больше всего во второй половине 18-го века. Либо, если вы видите какое-то очень странное здание с множеством разных деталей, вот такое нагроможденное, с огромной вероятностью это 17-й век, потому что именно там были такие необычные и уникальные здания. Поэтому, когда мы с вами будем проходить культуру, вы должны обращать внимание на то, чем похожи памятники одного периода. И тогда вам будет гораздо проще их узнавать на экзамене. Приведу еще один пример. Не могу остановиться, очень хочется сделать так, чтобы вы полюбили культуру, потому что это на самом деле очень-очень интересная тема. Еще один важный момент по поводу тенденций и общих линий развития в культуре, это культура севера и юга Древней Руси. Вот опять же, если сравнить, как выглядит Софийский собор на севере в Новгороде и Софийский собор на юге в Киеве, это ярчайшие примеры двух совершенно разных подходов к архитектуре. Если вы запомните черты северной и южной архитектуры, вам будет проще узнавать памятники. Вот так вот. Я на своем курсе очень подробно все это рассказываю, объясняю, поэтому приходите, если хочется получить помощь с культурой. Ну а теперь вопрос. Как же нам готовиться к этим заданиям? Как выучить культуру? Что делать? Давайте посмотрим. У меня есть несколько советов. Ну, во-первых, много списков, как вы видите. Действительно, друзья, списки, сводные таблицы, все это помогает лучше запомнить материал. В каком смысле списки? Я бы советовала вам делать это либо в формате на компьютере. В каком смысле? Вы можете сделать файл в Word или еще в каком-нибудь редакторе и ввести там табличку из четырех столбцов, например. В первый столбец вы вставляете иллюстрацию, как выглядит этот памятник, если это картина, скульптура или здание. Во второй столбец вы вставляете название. Дальше это у нас автор и период создания. Вот такие вот четыре столбца. И вы собираете свой документ потихонечку, когда вы учите какой-то период. Либо это можно делать вручную, но тогда вам, скорее всего, придется печатать картинки. Если есть возможность, это будет еще лучше, потому что так вы задействуете больше видов памяти. То есть вы еще и руками будете что-то делать, приклеивать, подписывать, обводить и так далее. Можно делать списки по периодам. То есть, например, вся живопись 19 века. Можно делать списки произведений по авторам. Ну, здесь надо сказать, что на экзамене у нас обычно где-то два-три произведения от одного автора. Ну, иногда четыре. Поэтому большие списки здесь не получатся. Скорее просто старайтесь группировать произведения по авторам. То есть, когда вы разобрали одно произведение этого автора, сразу посмотрите, какие еще произведения у него встречаются на экзамене, чтобы все это вместе выучить. И делайте списки памятников по стилям. Если вы запомните черты классицизма, если вы сделаете список всех дворцов в стиле классицизм, увидите что-то общее между ними, вам будет их гораздо проще узнать на экзамене. Также не забывайте о том, что культура – это очень красиво. И здесь нам на помощь приходит наше воображение, наша фантазия. В каждом памятнике стоит находить значимые детали и придумывать для себя какие-то ассоциации. Ну, вы можете считать этажи. Это будет очень полезно, да, потому что вы можете запомнить, что у какого-то дворца три этажа, у какого-то четыре. Можете обращать внимание на украшения из лепнины, да, какой-то дворец полностью усыпан цветами, например, из гипса, а на другом вообще ничего нет. Кошка в углу картины – это моя любимая просто. Надеюсь, вы тоже любите кошек, как и я. Поэтому чуть-чуть попозже, через несколько минут, я вам покажу обязательно две картины, которые мы можем узнать благодаря наличию на них кошек, вот таких вот прекрасных персонажей. Книги можно учить по ассоциациям с названиями, ну и так далее. То есть здесь надо подходить максимально творчески. Ну, все-таки это культура, куда деваться, да? Мы с вами здесь ни в коем случае не должны просто зубрить. Нужно постараться увидеть какой-то смысл, логику, наполнить иллюстрацию чем-то важным для вас, увидеть какую-то смешную мордочку в иллюстрации здания, заметить какую-то деталь на картине. Все это будет очень полезно. Я обязательно буду вам с этим тоже помогать на курсе. Вообще обожаю это делать и очень люблю проводить уроки именно по культуре, потому что очень нравится вам показывать такие вот милые маленькие подсказки и детали. Ну, а еще не забывайте, пожалуйста, что для экзамена очень важно изучить фото памятников с разных ракурсов, потому что бывают некоторые здания, которые максимально отличаются с двух сторон. На это нужно обращать внимание. Совет, откуда можно брать информацию. Думаю, это всех интересует. Удобно брать информацию из сборника Пазина, который называется «История развития российской культуры». Здесь хочу подчеркнуть, друзья, что это сборник для ЕГЭ, для ЕГЭ по истории, но не пугайтесь, это нормально. Это очень хороший сборник, он нам с вами тоже подходит. Единственное, что вы не должны в нем читать последние несколько глав по 20 веку, потому что этой культуры на УГЭ нет. Все. Все остальное полезно, пригодится, будет действительно очень-очень сильно вам помогать в течение учебного года. Так что, если готовитесь самостоятельно, заведите себе этот сборник. Но если приходите ко мне на курс, то вам ничего дополнительно покупать не нужно, потому что вся информация уже есть в материалах курса в наших уроках. Ну а теперь давайте подробнее посмотрим, что же это значит – работать с культурой. Я сейчас буду вам показывать некоторые очень интересные памятники, делиться лайфхаками и, скажем так, лазейками, как же все это запомнить. Давайте посмотрим. Поговорим о важности деталей. Перед нами два памятника. Это дворцы архитектора Франческо Растрелли, построенные практически в один и тот же период в середине 18 века. Очевидно, что если у них один автор, один период постройки, ну они, конечно, будут похожи. И когда мы смотрим на них вот так вот быстрым взглядом, то кажется, что это просто один и тот же дворец с разных ракурсов. На самом деле это не так, и я научу вас отличать два этих здания. Во-первых, давайте посмотрим на крышу. Начнем сверху. Если мы с вами смотрим внимательно на Зимний дворец, то мы увидим, что вся его крыша усеяна скульптурами. Посмотрите, сколько там статуй. Там как будто целое собрание. А на крыше Екатерининского дворца мы такого не видим. То есть здесь никакие статуи нам в глаза не бросаются. Вот вам разница. Дальше мы с вами можем посмотреть на колонны. Обращаю ваше внимание, что это уже начинает развиваться стиль классицизм. Здесь, я бы сказала, такой переход от стиля барокка к стилю классицизм, потому что в целом дворцы достаточно сильно украшены. Они не аскетичные, какими должны были бы быть дворцы в стиле классицизм. Но уже достаточно много колонн здесь появляется. Мы видим, что у Зимнего дворца колонн больше. Многие из этих колонн как будто бы даже сдвоенные. Вот мы здесь с вами можем это разглядеть. Прям действительно их много. Они так вот наслаиваются друг на друга. У Екатерининского дворца все гораздо скромнее. Всего лишь по 4 колонны в центре. И даже по 2 колонны по бокам. Двух этих выделяющихся пристроек, можно так сказать. Идем дальше и обращаем внимание на фронтон. То, что у нас находится над входом. Посмотрите, пожалуйста, что увенчивает крышу Зимнего дворца. Это треугольник. Здесь у нас вот такая вот форма древнегреческого храма. Вот такой треугольник. А у Екатерининского дворца история совершенно другая. Здесь мы этого треугольника не видим. Здесь есть в центре скульптура. И держит ее как будто бы какие-то когти. Посмотрите, мне всегда очень нравится эта метафора. Вот такие вот здесь у нас когти удерживают эту скульптуру в центре. Треугольника нет. Есть треугольники по бокам вот здесь. Но центральная фигура другая. Ну и, конечно, последняя, четвертая деталь, на которую стоит обратить внимание, это то, что мы видим перед дворцом. Зимний дворец находится в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. На этой площади проводились различные парады, смотры. И поэтому она расчерчена в клетку, чтобы было удобно по ней передвигаться. То есть вот такая площадь в клеточку находится перед Зимним дворцом. А Екатерининский дворец за городом, он в саду, он в парке. Поэтому мы видим, что здесь такая широкая подъездная аллея, скажем так. Газон, деревья, да, то есть совершенно другой пейзаж. Вот так выглядят два этих дворца. Похожи, но можно найти много-много отличий. Я надеюсь, что этим примером смогла показать вам, что на самом деле культура гораздо логичнее, гораздо удобнее для изучения, чем может казаться. Многие переживают и боятся культуры, потому что кажется, что там все просто нужно зубрить, невозможно что-то понять. На самом деле это не так. Вы можете на каждой фотографии, на каждой иллюстрации найти что-то, что будет вам помогать. Давайте еще раз это докажем. И посмотрим на два очень похожих памятника. Собор Покрова на Рву, либо по-другому, Собор Василия Блаженного и Храм Спаса на Крови. Первый в Москве, второй в Санкт-Петербурге. Собор Покрова на Рву построен в 16 веке, Собор Спаса на Крови в 19, начале 20 века. Ну то есть памятники далеко друг от друга, их разделяет большой временной промежуток, но они похожи. Вот не повезло нам с вами, что в начале 20 века была мода на такую вот древнерусскую, да, московскую какую-то такую архитектуру. И поэтому памятники оказались очень похожи. Но даже их мы можем отличить. Идем сверху. Посмотрим на купола. Посмотрите. У Собора Покрова на Рву, Василия Блаженного, верхний купол золотой, без украшений. У Спаса на Крови он вот такой вот витой, в полосочку. Они разные. Идем дальше. Смотрим на остальные купола. У Собора Покрова на Рву куполов очень много. И мы можем этот Собор как бы разделить вот так симметрично по середине. И мы увидим, что здесь есть три купола слева и два справа. Купола слева полосатые. Купола справа такие вот, ну, граненые как будто бы, да. Похожи, наверное, на какую-то шишку по текстуре. А у Спаса на Крови все вообще не так. Если мы делим Собор по линии прямой, то мы видим, что слева и справа одинаковое количество куполов. Здесь у Собора Покрова на Рву купола на разных ярусах. Он такой объемный. А у Спаса на Крови они на одной высоте. И, наконец, еще одно отличие. Это то, что у Спаса на Крови есть отдельная колокольня. Вот здесь она выделяется с очень большим широким золотым куполом. У Покрова на Рву такой нет. Ну и, конечно, то, что находится перед Собором. Собор Покрова на Рву – это Красная площадь. А Храм Спаса на Крови – это один из Санкт-Петербургских каналов. Но, к сожалению, не всегда вода или площадь попадает в кадр на ОГЭ. Поэтому по ним давайте лучше не будем определять памятник. А вот все остальные детали нам с вами очень помогут. Ну и, наконец, переходим к живописи. И сейчас покажу то, что я обещала – картины с котиками. Это, мне кажется, самый любимый автор всех моих учеников. Надеюсь, у вас тоже будет. Это Федотов. Он творил в первой половине XIX века. У него есть две очень известные картины. Сюжетные. Обратите внимание, сюжетные картины, где мы видим какую-то историю – это специфика XIX века. В XVIII веке таких картин особо не было. И на ОГЭ такие сюжетные картины будут относиться всегда к XIX веку. Здесь мы с вами видим две истории. Слева – сватовство майора. Ну, вот эта вот девушка молодая собирается, наряжается в белое платье, все хлопочут вокруг нее. Майор пришел свататься, будут обсуждать свадьбу. Ну, в общем, важное дело. Такой вот момент в жизни женщины. Но кажется, что художник немножечко посмеивается над всей этой суетой. И показывает он это нам с помощью кота, который сидит на переднем плане в правом нижнем углу. Вот он. И он вылизывается. То есть ему немножечко вот как бы не до этого всего. У него свои дела, у него свои планы. Он живет свою отдельную жизнь. На картине «Свежий кавалер» очень похожая история. Давайте ее тоже рассмотрим. Что значит вообще «кавалер»? Здесь это слово употребляется в значении «человек», который получил какую-то награду, который получил орден. Возможно, вы слышали такую фразу «кавалер» какого-то ордена. И мы видим, что он действительно стоит такой весь гордый, показывает служанке на свой орден. Вот он у него здесь приколот на халат. Видимо, он очень активно праздновал это все. И она немножко тоже так над ним посмеивается. Но вся эта человеческая история, она отходит, опять же, на второй план, когда мы видим в левом углу котика, который подтягивается на стуле. Вот он здесь. Поэтому, если вы видите на картине котов, это будет Федотов. Это тоже прекрасная деталь для ОГП «Истории». Это еще раз доказывает, что культура, она очень интересная. Она разнообразная, и она вообще дает возможность нам увидеть все, что угодно. Потому что люди во все времена творили о том, что было для них интересно. И многие из нас могут найти какие-то схожие интересы с ними сейчас. Может быть, мы с вами даже можем такое домашнее задание выполнить. Отправляйтесь в картинную галерею, которая находится ближе всего к вам, и ищите все картины с котами, собаками или другими животными. Обещаю, это будет очень увлекательно. Я сама так делала, и это было очень весело. Еще одна важная деталь про культуру – это ракурс. Как я уже говорила, обращайте внимание на то, что некоторые памятники с разных сторон выглядят по-разному. Вот перед вами просто дворец, точнее, замок-феномен. Он со всех сторон разный. Давайте посмотрим. Все это Михайловский замок в Санкт-Петербурге, построенный в конце XVIII века по приказу Павла I. Этот замок Павел строил как свою крепость. Там внутри прямо была церковь. Вот мы с вами здесь можем видеть шпиль этой церкви, возвышающийся над замком. Видите, его на самом деле на любом фото заметно. Он заметен на любом фото. Павел I построил внутри церковь. У него внутри было множество тайных ходов. В общем, это место было неприступно, защищено рвом даже снаружи, потому что он очень боялся за свою жизнь, он боялся заговора. В итоге, конечно, по иронии судьбы, именно там он и погиб. Именно внутри Михайловского замка на него напали, и он был убит в результате очередного дворцового переворота. Но нам с вами интересно сейчас не это, а то, что замок с разных сторон выглядит по-разному. Посмотрите, очень важно это запомнить. Еще один яркий пример – это Новый Иерусалимский монастырь, построенный в XVII веке по приказу патриарха Никона. Вот там тоже главный храм с двух сторон выглядит совершенно по-разному. На это нужно обращать внимание. Ну и, наконец, еще несколько важных советов и подсказок. Давайте посмотрим, друзья, как мы можем все это выучить. Как мы можем обратить внимание на все эти детали. Пользуйтесь сайтами с полезными материалами. Могу вам посоветовать два варианта. Google Arts and Culture – это вообще очень удобный сайт, на котором вы можете посмотреть на различные артефакты разных времен. Вы можете в поиске там просто написать любое событие, не знаю, там Великая Французская революция или отмена крепостного права в России, и вы получите все фото, портреты, записки, какие-то памятники тех времен и сможете их поизучать. Ну а артефакт – это гид по музеям России, где вы сможете посмотреть различные онлайн-экскурсии, поизучать памятники и так далее. И, конечно, вы сможете там найти огромное количество картин, которые будут на ОГП истории. Поэтому, если какую-то картину не можете запомнить, ищите ее на этих сайтах, рассматривайте, изучайте, читайте про нее, и вы ее обязательно лучше запомните. Перейти на сайты можно по QR-кодам. На экране вот этот первый для Google и второй для артефакта. Ну, если неудобно, можно просто в поиске написать, и у вас обязательно получится зайти на эти сайты, я уверена. Ну и, наконец, еще пара важных советов. Очень полезно окружить себя культурой. Вообще, это относится не только к культуре, но и ко всей истории. Не знаю, бывает у вас такое или нет, но у меня лично уже такая профессиональная деформация. Вот у меня сейчас на часах 18.03. Это значит, что это 1803 год, Александр I выпускает указ о вольных хлебопашцах. Это, на самом деле, очень полезная привычка, потому что, когда вы готовитесь к экзаменам, чем чаще вы повторяете даты, тем лучше. Поэтому смотрите на время, вспоминайте, что произошло в этот год. Ну, а по культуре, конечно, мы так сделать не можем, но если вы не можете запомнить какой-то памятник, какую-то картину, поставьте ее на обои, на телефон. Поставьте картину с подписью автор, период. Два-три дня посмотрите, точно запомните. Делайте для себя закладки. Если любите читать книжки, либо если используете закладки для школьных учебников, распечатывайте картины и используйте в качестве закладок. Распечатывайте фото, иллюстрации, вешайте вокруг своего рабочего стола. Вообще тоже можете делать прям такую выставку недели вокруг своего рабочего стола. Вот, например, вы можете на выходных подводить итог того, что вы выучили за эту неделю по истории, и думать, что у вас не запомнилось. Ну, например, вы не можете запомнить какую-то картину, какую-то дату, какой-то момент из истории. Делайте такой вот прям список и распечатывайте. Делайте карточки, расписывайте даты, и все это прикрепляйте над рабочим столом. Пусть у вас над рабочим столом будет такая доска, где будет все, что вам нужно запомнить за эту неделю. Вот оно у вас неделю повисит. Вы привыкнете к этому, вы эту картину запомните и через неделю снова поменяем. Ну и, конечно, не забывайте использовать Квизлет. Квизлет это очень удобный сайт, на котором мы можем практиковаться с помощью карточек. Вы можете потренироваться в использовании Квизлета с помощью моего открытого Квизлета в телеграм-канале. Заходите туда, еще раз выведу на экран QR-код. Там есть ссылка на Квизлет с датами по истории России. Забирайте его и тренируйтесь. Ну а затем, если вам понравится, вы можете для себя сделать Квизлет с культурой. Берете картинку, берете дату, берете автора и вот так собираете. У меня на курсе уже все собрано. Мои ученики получат полный доступ ко всему Квизлету по всей культуре для экзамена. Ну и, конечно же, еще одна важная мысль, друзья. Это тот факт, что культура, она просто отражает все исторические события. Как я люблю говорить, культура – это зеркало истории, это зеркало жизни. Творцы, писатели, художники, архитекторы – все они отображают в своих творениях то, что для них важно. Толстой в «Войне и мире» писал про крестьян, потому что шел как раз-таки очень важный процесс освобождения крестьян от крепостного права в это время. Воронихин в начале XIX века построил Казанский собор именно таким, потому что была мода на стиль ампир, которая распространялась из Европы. Художники в XVIII веке создавали портреты достаточно простыми и на темном фоне, потому что это было максимально похоже на иконы, к которым они привыкли и так далее. То есть на самом деле все в культуре очень логично, очень понятно и объясняется тем, что происходило тогда в мире. И здесь очень важный совет, друзья. Не нужно учить культуру с помощью зубрежки. Не нужно зубрить 100-500 иллюстраций, авторов и названий. Нет. Сначала старайтесь учить историю. Когда вы выучите правителей события, процессы какого-то периода, вы сможете на это все наложить знания культуры. То есть когда вы будете понимать, что происходило в Российской империи при Александре I, вам станет гораздо более понятно, почему там была поэзия декабристов. Ну, потому что как раз-таки был расцвет движения декабристов. Все это мы с вами обязательно будем делать вместе на курсе. Я очень рада, что мы с вами обсудили эту важную, очень-очень интересную тему культуры. И прямо сейчас еще раз приглашаю вас к себе в телеграм-канал Львиные Истории, где вас ждут полезные файлы в закрепленном сообщении. И, конечно же, много общения со мной и с вашими коллегами-историками обязательно будем обсуждать в культуру и другие волнующие вас темы. До новых встреч, друзья! Пока-пока!